приветствую вас друзья мои и гости канала с вами антонина обранкина и канал мой антонина мир чудес а чудеса каждый день происходит их только надо замечать вот а для этого нужно быть на позитиве мой канал позитивный если вы кто первый раз смотрит мой канал и это торопрогноз на ноябрь 2022 года для знака зодиака водолей заходите в плейлисты я там уже три знака вчера выставила козерог скорпион и стрелец и смотрите буду дальше работать над остальными знаками и доносить до вас важную информацию месяца на ноябрь месяц и вообще как выглядит звездное небо и как она повлияет на каждый знак зодиака об этом я хочу кратко говорить много не буду говорить и естественно торопрогноз вот астрология у нас наука 2 это интуити вот прежде чем смотреть когда я буду раскладывать карты обязательно загадайте желание и что интуитивно на ваш ответ придет от символов от картин какой ответ это и будет вот интуитивная ваша ваш ответ непосредственно по вашему вопросу и по тем что каких перемен вы в жизни ждете я приготовила карту силу можете взять ее на заставку я ее не просто так поставил потому что ноябрь месяцы не из легких все-таки месяц скорпиона а скорпионы у нас очень требовательный и и в отношениях и в финансах то есть придется побороться для каждого знака зодиака у меня здесь лежит открытчик о ком идет речь если я оговорюсь случайно да вот то вот эта открытка поправит мне начнем с того что вчера именно буквально все проследили такое астрономическое явление как 25 вчера число было солнечное затмение оно произошло днем и все мы увидели даже в наших широтах вот средний волга мы это увидели явление хоть сначала был пасмурно потом солнце все таки высветилось и можно было увидеть я тоже это явление вчера увидел вот но важно то что оно происходило в знаке в скорпион и в соединении со узлом прошлое прошлое это чаша ведь она здесь в виде чаши сейчас кормили кормический узел находится скорпионе и в тельце тельцы у нас с узлом будущего это у нас как с ураном то есть как было не будет будем все по-новому за по новый взгляд новое убеждение ну и мир меняется я уже сто раз это все сказали астрологи повторять не буду но вот эта чаша чаша которая переполнена и она требует смены фундамента так как тельцы у нас земля это фундамент это прогнивший фундамент то есть уже устарела и держаться за него как требует вот сатурн у нас козерог да законы все все будет меняться как бы он не сопротивлялся сейчас сатурн очень сильно сопротивляется с узлом будущего хоть он в водолее а все-таки это управитель козерогов и и к солнцу и к меркурию и к венере он везде строит квадратуры то есть он на хочет удержать этот старый мир а водолей говорит не получится дедушка сатурн все поменяем и будет все по-новому потому что уран и это и финансовые это и новые города это стройки это в технологии все будет меняться а с сентября вы увидите то что даже в школах от школьной программы вся поменяется ну и вопрос и г наверно там тоже будет решаться потому что вот такой вот там какая давление на детей в учебе все это поменяется будет полегче ну давайте вернемся к тому что вчера было солнечное затмение все-таки как я сказала еще раз в скорпионе а скорпион это у нас все-таки трансформации это как эмоции для до глубины души да и штурвал все-таки держит скорпионы это у меня натальная карта на карта звездного неба вернее на 17 ноября так как меркурий и венера покинут знак скорпион конфликтности меньше будет и договоренности больше будет уже тогда когда они перейдут и меркурий и венера в стрельцам это стрельцы это нас юпитер юпитер сейчас перешел к рыбам будет полегче помягче больше милосердий и здесь в еще белая луна то есть это белая луна и вот эта команда смягчат все события в мире которые сейчас происходят и меркурий перейдут к юпитеру к стрельцам то есть юпитер это у нас границы вот все-таки здесь какая-то договоренность будет полюбовной по венере и здесь как отстаивание границ к чьей каком-то какой-то договоренности по меркурии в стрельцах придем весь мир к этому придет потому что все будет уже понятно что ничему хорошему мы сейчас данный момент и не идем как разрушительная программа наверное закроется ну нам нам бы так хотелось но вот такие вот вчерашние события оно бывает редко вот оно было 12 ноября 1985 года но солнечное затмение скорпион был на она не было в соединении со узлом прошло вот я предыдущих а то мне астрологи поправят скажет а было было так она не было соединение со узлом было с и солнечное затмение в скорпионе но не было там узла прошлого и вот это кармическое узла не было вот а этот узел был он вот именно 85 году но с плохими событиями канули конечно сопровождался я не буду об этом говорить так как у меня канал позитивно но у нас еще 31 октября впереди это хэллоуин это опять знаки скорпион и видите здесь столько планет вот как узел прошлое солнце и меркурия венера все это но они все в хорошем аспекте особенно а вот с нептуном с с юпитером с белой луной вот видите здесь одни треугольники это один сатурн воюет сатурн закон документы один сатурн сейчас войну только объявил всем планетам и здесь если посмотреть вот он здесь и и к тельцам и с узлом будущий с узлом прошлого сатурн пока воюет никак не успокоится он и здесь а также себя ведет видите по отношению но здесь уже помягче конечно здесь он с марсом хотя бы но с узлом будущего и а то есть весь месяц весь ноябрь поэтому будет не из легких потому что здесь и плутон с черной луной не очень-то хорошо дружит в общем это краткая информация а по поводу хэллоуина то есть это в ночь с 31 на 1 ноября это самый страшная ночь читается в году это хэллоуин церковь отмечает это день день святых а святые это те кто ушли в иной мир в параллельном мире смотри за нами помогает нам это лики све то есть люди которые достигли каких-то в оставили важный след на земле как александр невский я все привожу пример защищал всю русь великую и это время тогда когда еще и вся нечисть и нечистая сила как бы открывается портал мистический период границы между мирами стирается ну и разумеется хочу напомнить гадание в этот период сбывается магические обряды и предсказания то есть все сбывается ну и то что мы сейчас коридоре затмение вот сейчас 25 по 8 по 9 даже ноября оказались смотрите в каких событиях вы крутитесь куда вас жизнь направляет вот в каких событиях вы крутитесь вот куда все ваше внимание направлено и идет вот это отток энергии вашей для достижения того или иного и цели вот будете вот туда утекает ваша энергия и вот это будет программа вашей новой жизни только будьте внимательны переходите в позитивные созидательные русла потому что программа может закладываться на 8 лет вы же не хотите застрять на 8 лет негативной программе правильно вот до 5 ноября вот солнце и солнце и венера вот они как венера сгорает лучах солнца можно сказать просто это чувство неудовлетворенности но эффект неудовлетворенности скажем как бы в плане любви в плане красоты вот здесь это все пройдет после 5 ноября вы уже поймете что и вы и любимый и человек есть и как то есть переход на новый уровень будет и уже венера оторвется от солнца появится ясность и венера мы будем видеть венера скажет я здесь давайте снова любить давайте радоваться жизни вот это вот переход на новый уровень в общем развивайте уровень созвать своего сознания и новые программы обязательно войдут потому что вы уже по-иному взгляните на мир и на события вот это есть трансформация но полнолуние будет знаки телец я уже сказала и это будет вот смена фундамента но вернемся к нашим как я сказал карту сил я положила не случайно это придется отстаивать собственные интересы вот прежде всего и самые главные цены это достоинство это терпение будьте дипломатичны и выдержаны ну и первыми идите на примирение вот такая вот карта которая вот я в карту силу положил она будет управлять нами весь месяц ну и вернемся к водолеем водолеи для вас это все-таки десятый дом вот так покажу десятый дом солнце вам светит из десятого дома и то что сам сатурн вашем знаке сейчас конфликтует и он не только управитель козерог фон и ваш управитель не только уран вами управляет и вот здесь это отразится на ваших эмоциях на вашем настроении то есть будьте более так сдержанными то есть умерьте свои амбиции потому что провокация будет именно от сатурна на ваше настроение но на службе так как это десятый дом все-таки вероятно перемены от смены руководства и до сокращения штатов ваша задача принимайте любые повороты судьбы и учитесь действовать по обстоятельствам вот звезды вас поддержат и в итоге все обернется вашу пользу к лучшему кто-то перейдет на более перспективную работу а кого-то повысит должности в общем карьерные вершины вас ждут дорогие мои вдали в личных отношениях для свободных появится шанс на знакомство с интересным человеком вообще с интересными людьми среди которых окажется обаятельный человек противоположного пола которым вы заинтересуетесь и конечно марс в воздушном знаке он всегда в данный момент в близнецах марс поддержит вас как огонь и воздух они дружат и придаст вам уверенности в себе ну и возможно частые поездки по марсу и встречи переговоры в общем для кого у кого есть свои свое дело или бизнес то для вам для вас это реклама вот надо заняться рекламой и постараться то есть в интернете больше себя рекламировать ну много сказала сейчас посмотрим карты какие выпадут это у меня колесо года ну это вот король мечей карта влюбленность ведь столько что сказала искушение и вот здесь три карты именно об этом говорят но здесь король мечей это вот как бы может быть юридические вопросы а может быть как руководитель вот то что поменяется придется или вообще вот эта ваша деятельность или назначение вас в роли руководителя то здесь будьте более мягкими то есть сразу штыки свои не показывайте и не давите на те нас на ваших подчиненных но от того что вас повысит по должности или как вам обещают дополнительный доход вот сейчас как рассказать по этим картам я говорю то сразу результаты финансовые вы можете не увидите и будет какое-то разочарование что столько работал зарплаты вот или там денег которых обещали вы их не увидели очень то быстро но так или иначе как в плане если вы свободны здесь знакомство интересное как искушение да но в любом случае эти все три карты говорят о том что по карьерным вершинам наверное может быть это еще учеба может быть вы на курсы какие-то пойдете да или вам предложат вообще в сфере вашей же деятельности например ваша фирма расширяется и возглавить придется вам в другом городе или где-то вот придется ездить да но в любом случае эта карта искушений это говорит не только о увлечениях это говорит о финансовом прежде в себе всего вот здесь какие-то затраты и если же в плане юридических вопросов то есть вы ждете каких-то одобрений то здесь ваше ожидание пятерка она все-таки ваша борьба и здесь получится вот то что каком либо процесс вот то что затягивается да но так или иначе здесь результат будет такой что наконец-то получилось да вот так вот как-то ну если ну могу надо наверно добавить не заходите в любовный треугольник это совет карта сил вот я и сейчас здесь положила она вам здесь выпадает то есть верьте в себя опять король пентаклей это действительно вот карьерной вершины и на коне это результат то есть если вот здесь вот события которые вас тревожили и беспокоили в данный момент да это колода золотой таро уже показывает результат ваша борьба и вашем как к чему вышли и добивались она получит результата хорошего результата а если в плане того что вы все-таки на работе проявили себя лидерские ваши качества показали трудолюбие и как-то вы себя зарекомендовали ответственным работникам да вот это руководство она этим заметила вас и восхищает с вами и здесь вас действительно назначение на более высокую должность потому что здесь рыцарь кубков это как то что вы на коне и это вам радостно по душе и это поездки это золотой конь это значит какие-то кто-то может погасит ипотеку кто-то погасит кредит автомобильный да то есть деньги появятся вот какой-то финанс какая-то финансовая радость в плане того что вас повысили по должности появились дополнительные доходы у вас увеличить ваши доходы по назначению да и это позволит решать финансовые вопросы то есть финансовая свобода прежде всего и это настолько радостно и но ведь вы же хорошо поработали для и можете не один год там но несколько лет показывались и проявляли себя в лидерских качествах и вот это результат того что вы добиваетесь это как ваш опыт прежде всего опыт вот ваш опыт и показал как вы себя зарекомендовали вот это уже заслуга того что вы себя очень хорошо проявили ну и следующий колоду у меня здесь еще золотое таро тройка жезлов ох карта бога этой ваш ваша карта то есть вот эти три карты они подтверждают то что действительно пришло время когда закончились вопросы тройка жезлов это тогда когда вы выбирали думали остаться не остаться принять не принять и вот здесь это отпадает этот вопрос то есть какие-то тревожные вопросы уходят потому что это так долго ждали когда подтвердят результаты и здесь уже подтверждение того что вы действительно достигли того уровня о котором я сейчас много говорил и вот эта четверка чаш это когда рука бога дает помощь извне да вот а этот период вашей жизни заканчивать карты перевернуты говорят о том что наконец-то настал тот триумфальный момент тогда когда вы и довольны и работой и и должностью и доходами вот это тогда когда исполняется ваше желание тогда когда ушли тревожные вопросы и все решилось в вашу пользу вот я вас дорогие мои водолеи поздравляю и пусть в вашей жизни будет радость процветание и любовь и достаток всех люблю обнимаю если вы первый раз на моем канале и вам понравилось как я веду свой канал обязательно поддержите подпишитесь ставьте лайки благодарю всех до новых видео